Как правильно дышать в той или иной ситуации, очень важно знать. Потому как только правильное дыхание обеспечивает вам активное поступление через основную систему, через органы дыхания, кислорода в организм. И не зря в восточной медицине легкие названы хозяином энергии. Потому как это основной путь поступления кислорода в организм. С помощью которого вы можете извлекать энергию солнца из тех продуктов питания, которые вы употребили. И такие видео со временем также появятся на моем канале. А пока для того, чтобы обеспечивать фоновый обмен веществ, вам нужны минимальные знания про то, как правильно дышать. Как правило, это состояние постельный режим. Строгий постельный режим, когда человек практически не перемещается в окружающей его среде. Чаще всего он находится в это время на лечении тех или иных заболеваний. Если у вас какая-то активность присутствует, кислорода нужно больше. И нужно правильнее выполнять те рекомендации, которые вы узнаете чуть позже. Если вы ведете более активный образ жизни, занимаетесь бегом, плаванием. Очень важно знать, как правильно дышать в родах. Потому как это достаточно значительные траты энергии. Которую ваш организм может тратить только в одном случае. Если количество кислорода достаточно для окисления пищи и извлечения заложенной в них энергии. Поэтому правильно дышать в разных ситуациях нужно. И об этом вы узнаете в этом видео чуть дальше. Жителям экологически чистых регионов также важно знать, как правильно дышать. Потому как экологически чистое место на планете сегодня серьезно отличается и не в лучшую сторону от обычных мест жительства человека 300, 400, 500 и более лет назад. Если вы считаете, что вы находитесь достаточно далеко от промышленных центров, от мегаполисов, то существует такое природное явление, как ветер. Которое в последние годы и десятилетия усиливается часто. Состояние ураган, тайфун. И активно перемешивает воздушную среду на относительно небольшой планете под названием Земля. А есть еще такое природное явление, как облака. Они в своем составе также могут переносить различные компоненты на громадные расстояния. И даже если осадки не выпадают на ту территорию, где вы живете, а рядом есть какие-то водоемы, скажем океан. То в океанической воде сегодня достаточно много химических веществ, которые испаряясь, опять-таки попадают в органы дыхания. И как правильно дышать, важно знать сегодня практически всем. Вне зависимости от места жительства. А как устроена система органов дыхания. И как благодаря ее строению правильно ее использовать, вы об этом узнаете прямо сейчас. Как же правильно дышать? Для этого вы должны правильно использовать строение верхних дыхательных путей или начальных отделов органов дыхания. Из предыдущего моего видео на канале Школа доктора Скачко вы узнали, что при истощении запасов кислорода в организме делается вдох. И чаще всего вы вдыхаете не чистый кислород, а воздух. Содержание кислорода в котором всего около 20%. А остальные 80% это большой-большой жирный вопрос. Только ли там инертный газ азот, который не влияет в обычных условиях на ваш уровень здоровья. или воздух содержит и иные, не самые благоприятные для этого вещества. И учитывая строение верхних дыхательных путей, есть 5 основных типов дыхания, о которых вы узнаете прямо сейчас. Чтобы научиться правильно дышать, первично вы должны сделать правильно вдох. И в зависимости от строения верхних дыхательных путей, а также пути поступления кислорода в ваш организм, можно выделить 5 основных вариантов. Вариант первый. Самый простой. Им пользуются чаще всего. Но он потенциально самый опасный для вашего здоровья. Хотя в некоторых случаях единство возможное. Ну, строение, такое дыхательной системы вы видите. Это вдох через рот. Когда вы вдыхаете таким образом, воздух, проходя по трахеи, по влавным бронхам и дойдя до ольвеолы, в какой-то степени увлажнится, согреется и очистится. Но! В какой-то степени, в меньшей степени, чем если вы используете другие варианты правильного вдоха. А поэтому имеет значение идеальное состояние дыхательной системы и, соответственно, идеальное состояние вдыхаемого вами воздуха. Потому как любые химические вещества, бактерии, вирусы, споры, пыльца в большей степени могут влиять на ваш организм. Поэтому лучше использовать второй тип вдоха, о котором вы узнаете прямо сейчас. Второй тип вдоха более эффективен, чем первый. И более полезен для вашего здоровья. Вы вдох делаете через нос. Этому способствует более сложное строение на входе в дыхательную систему. А именно, наличие трех ходов верхний, средний и нижний, собственно, у носа. Первично прямолинейные движения воздуха превращают достаточно сложную траекторию. Благодаря чему воздух в лучшей степени очищается, увлажняется и согревается. Для дополнительной подготовки воздуха существует еще по три придаточных пазухой с каждой стороны. Это фронтальная, этмоидальная и гаймарова. В которых также эти процессы продолжаются. А система ОТК стоит чуть дальше. Днёбная миндалина на входе фактически в дыхательную систему контролирует а так ли хорошо подготовлен воздух для того, чтобы хозяин энергии, то есть лёгкие обеспечивали кислородом обмен веществ в вашем организме. И очень важно отсутствие воспалительного процесса при носовом дыхании в верхних отделах органов дыхания. Это говорит, что воздух, которым вы дышите более-менее подходит для вашего здоровья. Несколько хуже, если развилась острый или хронический ренит. Иными словами, воспаление собственно слизистой полости носа. Это говорит о том, что ваш ренит остановил патогены различного происхождения в самых начальных отделах органов дыхания. А дальше все хорошо и правильно происходит. Несколько хуже, если воспалились придаточные пазухи. А именно вы знаете, что у вас есть хронический фронтит, этмоедит, либо гайморит. В этом случае понятно, что патогены проникли глубже и степень опасности для ваших органов дыхания в большей степени. Хуже, конечно, если воспалилась в лоточная миндалина, но чаще всего ее воспаление проходит незаметным и не диагностируется. Однако, если есть воспалительный процесс в придаточных пазухах, как правило, и нёбная миндалина также вовлечена в него. Потому как воспалительный процесс не дает полноценно очищать органы дыхания. Но! Кроме второго варианта правильного вдоха, есть еще варианты третий и четвертый. Они еще более эффективны для очищения вдыхаемого вами воздуха и для снабжения вашего хозяиного энергии кислородом в наилучшем виде и поддержания обмена веществ. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Третий и четвертый варианты правильного вдоха более эффективны в плане очищения, увлажнения и согревания воздуха, чем второй. Но! Только в том случае, если у вас отсутствуют хронические воспалительные процессы, в начальных отделах органов дыхания, и экология, которая вас окружает, не самая плохая. В этом случае, правильно выполняя вдох, вы получаете еще дополнительный бонус. А именно, регулируете кровоснабжение правого и левого полушария мозга. То есть, вы усиливаете свою интеллектуальную активность. И для выполнения правильного вдоха по третьему и четвертому варианту, вам нужно попеременно закрывать то правую, то левую ноздрю и вдох делать через одну ноздрю. Понятно, почему более-менее хорошей должна экология. Потому как очищение происходит половиной возможностей. но более сильное давление воздуха приводит все-таки к более глубокому очищению. Поэтому понятно, что воспалительных процессов не должно быть. Воспалительный процесс блокирует, ослабляет возможности системы проводить очищение, увлажнение, согревание воздуха. Поэтому в этом случае нужно просто правильно дышать. Вдох делать не торопясь, постепенно. И в этом случае все эти бонусы будут ваши. А вот какой еще остался возможный пятый вариант правильного вдоха, который я еще не обозначил в этом видео, вы узнаете прямо сейчас. Если вы считаете, что доктор Скачко сейчас сделает открытие в медицине и откроет вам фамильный секрет, как правильно сделать вдох через глаза либо уши, оставшиеся на голове физиологические отверстия, вы немножко ошибаетесь. Но! Возможности сделать правильный вдох пятый его вариант на голове есть. Это кожа. Через кожу при хорошем ее состоянии организм получает один-полтора процента кислорода. Этого мало в обычной жизнедеятельности, но этот фактор нельзя игнорировать в случае наличия тяжелых заболеваний. Нужно правильно использовать. В этом случае вы получаете дополнительный, пусть небольшой, но все-таки бонус для вашего здоровья. Правда, с хорошим состоянием кожи связаны и с другие бонусы, о которых вы узнаете в свое время в других видео на моем канале. А пока используя правильный вдох, используя правильно начальные отделы органов дыхания, это вам поможет как в обычной жизнедеятельности, так и в случае, если вы занимаетесь спортом, бегом, плаванием. Женщинам во время родов очень важно знать, как правильно делать правильный вдох. и основные его особенности вы уже знаете. Но в собственно вдохе имеют значение состояние грудной клетки, работа мышц, работа диафрагмы. И вот как использовать эти возможности для того, чтобы вдох был еще более правильным, вы узнаете в следующем видео на моем канале. И если вы уже подписались на него, то уведомление об этом придет вам в почту. Неплохо, если вы поставили видео в избранное да, тогда со временем посещая канал, вы увидите, какие видео появились и сможете их опять-таки просмотреть. Если же вы нашли это видео среди первых, не поленитесь, под видео есть ссылочка на самое первое видео в серии Школа доктора Скачко. Просмотрите с самого начала. Я думаю, смотреть видео ряд связанных лекций с середины. Оно, конечно, интересно, но лучше все-таки просмотреть с самого начала, чтобы вы понимали в целом, для чего вам нужно вот такие сложности знать и правильно дышать в тех или иных ситуациях. Может быть, вам и не нужно это делать. Вы просто так ради праздного интереса набрали в поисковике как правильно дышать и вышли на мое видео. Но это очень важный момент для здоровья вашего сейчас и для сохранения вашего уровня здоровья на перспективу. А на этой позитивной ноте с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения я буду заканчивать. А в следующем видео на моем канале вы узнаете, как правильно дышать в зависимости от еще определенных особенностей, которые окружают вас, чтобы не заболеть, например, инфекционными заболеваниями, которые достаточно часто, возбудители которых присутствуют в окружающей среде, а часто увеличиваются количественно. И вот степень опасности для вашего здоровья резко возрастает в этом случае. Вот что делать в случае, если вы эту опасность предполагаете, вы узнаете буквально в следующем видео на моем канале. До новых встреч на моем канале Школа доктора Скачков. Школа доктора Скачков.